Доброго времени суток, уважаемые любители шахматы! С вами Шахматный Феникс и у нас полуфинал нашего нокаута и определились у нас два полуфиналиста это Михайловский-Новиков пара номер один и Петров-Габитов пара номер два. Кстати, один из представителей этих двух полуфиналов, сейчас со мной в связи, это Вова Михайловский и вместе мы с ним будем комментировать полуфинал Петров-Габитов. Ну а теперь пока покажем старания Артёма и так вот, собственно, у нас смысл этого полуфинала в том, что вы можете наблюдать две симпатичные рожи, которые сейчас сойдутся в жаркой битве Итак, рейтинг Фиде 2386-2243 рейтинг на шахматной планете 3327-273 рейтинг Феникса 2191, это номер один в нашем списке, и 1896. В личных встречах 1-0. Итак, путь полуфинала Никиты Петрова, это победа над Константином Переслегиным 4-0, над Сергеевым Ивановым 4-0, над Сергеем Шматом и Никитой Ивановским по 3,5 на 0,5. И путь Руслана Гамбитова был немножко потяжелее, потому что наше юное дарование Платон Гальперин оказал сопротивление и к великому сожалению Платона проиграл 4-2. Так, ну а теперь мы переходим на шахматную планету, где следим за следим за матчем. И, видимо, матч уже начался. Да, партия началась только сейчас, и Никита играет белыми, а Конь Ф3. Вова, что скажешь? Ну, всем привет. Ну, я думаю, в этом матче Никита все-таки преимущество. Больше шансов у него победить. Ну, Конь Ф3 было вполне ожидаемо. Конь С6 не самый и часто ответ. Ну, вот получается что-то типа Ферзио Гамбит какого-то странного с фианкизированием слона на Ж2. Ну, готовился, наверное, Габитов, Руслан? Не, ну, скорее всего, соперник серьезный. Да, ну, пока непонятно. Ну, сейчас у меня, конечно, на С2, наверное. Да, конечно, что-то пришел. И как же Чернопольник и развить на Ж5, может быть? Ну, на Ж5 он вроде бы не очень хорошо стоит. Там под А6, например, может попасть. Слон А4 такой ход необычный, но идея, чтобы можно было поставить Коня там на Ж5 Е5 и не было размена Белопольников. Да, потому что Белопольник у Белого здесь основная фигура. Ну, сейчас я думаю, Конь Е5 последует, возможно. Хорошее поле для фигуры. Потом, возможно, Белые будут, Владя Е1, Ф3, Е4 пытаться провести. Да, если вот сейчас дать Белому провести и Ф3, и Е4, то это будет... Это уже будет дармовой переезд, по-моему. Ну, Черный тем временем маркируется, да. Ну, не дармовой, но неплохой. В Белых, мне кажется, Конь не самая удача на С2. Ну, сразу, знаешь, как-то Ф3... Ну, вот мне бы не хотелось Ф3 ходить, ослаблять. Почему? Это как раз идея провести Е4. Ну, Е4 пока не проходит, наверное. Ну, поставим Владю на Е1, слона на Ж2. Черные, вроде, не видно, как воспрепятствовать могут. Но они, наверное, С5 будут проводить. Или там, как-то А5, Б5, Б4. Вот, С5. Ну, вот Никита улучшает коня. То есть, он на Д3 его, скорее всего, хочет поставить. И, возможно, на Ф4 где-то перевести. Да, не меняется. Не меняется, поддерживает это упражнение. Не, ну, двух слонов черному отдавать нежелательно. Сейчас Ферзь... А, пешка на Д4 подвезла. Так. Двойной удар. Может, слон Е3 как-то пойти можно. Хотя ход, конечно, не очень хорошо выглядит. Не, как-то теряется все-таки пешка. Ну, хотя Ладя там на Б7 залезет. На Б7 он уж не будет бить. Если на Д3 там возьмутся на Б2, то у нас два слона, и на Б7 отыгрывается, да, там. Хорошо убил. На А2 еще пешка теряется. Ну, мы, наверное, пойдем ладей с ФБ1. Там же Ферзь уже надо требовать. Габитос по времени хорошо стоит. Ну, собственно, неудивительно. Ничего в этом удивительного нет. Раз он играет, пока хорошо кажется. Нещим вполне вероятно играть в матч за третье место. Но, с 5 я не хотел сбить. Там, как-то... Провисает диагональ. А, вот такая идея. Стоп, так можно же выбить на Д3, нет целого коня. Там Ферзь провисает на Б6. Так вот, я имею в виду коня на Д3, да. А, вот так вот. Выбили. Ну, вот стоп. Уже какая-то атака строится. Да. Пешка, кстати, к сожалению, не отыгралась. А если Ферзь Д3 сейчас? Ферзь Д3 поменялись и на Б7 забрали. Ну, наверное, но там все равно пешка лишняя. Ну, как бы слон завис там еще. Ну, ладно. Может быть, Ферзь А6, да, тоже логичный ход. Защитили на Б7. Кстати, если сейчас Никита пешку-то не отыграет, то, наверное, у него может просто хуже получиться. Два слона, конечно, есть, но король не очень хороший. Так, ну вот. А теперь еще раз на следу. Без пешки, по-моему, просто борьба за ничью белыми предстоит. Да, и с конкретными проблемами по времени. Сейчас еще слон отходит там на Б6. Ладе по линии С, сдваивается давление на пешку С3. Там слон на А5. Наверное, плохо у белых просто. По ощущениям. Ну, такая позиция неприятная, согласен, Руслан. По-моему, очень хорошо играет пока. Так, Ферзь А3 пришел. Ну, слон Ф1 сейчас, наверное, надо пойти как-то определить. Ну, да. Может быть, А4 А5 накатить? Там Ферзь А3 просто же. А, кстати, как ходить-то? На ладе С1 там слон Д4 просто. Ладе С2. А, наверное, на Ф3 зависает. Да, на Ф3 зависает. Так. Тут... А, ну просто съели на С3. Ну, это, по-моему, безнадежно уже. И можно до 4 с темпом съесть. Нет. Можно и так съесть, да. То есть просто 3 пешки лишние. Бесплатных. Да. Разноцвет, конечно, но разноцвет без трех, при ладе, это безнадежно. Да, не пустил Рослан на Т7. Да, есть вероятность, что Габитов поведет. Причем у него останется в трех партиях. Два белых цвета. Четыре партии в полуфинале, да? Да-да-да. Тяжелая позиция. Не, ну я бы сказал безнадежный просто. Да, Рослан хорошо провел партию. Ничего не скажешь. И смотрим как. Как будет реализовать свой перевес, Рослан? Ну, тут особо реализовывать-то не надо, на самом деле. Все-таки 3 пешки это слишком много. Ну и посмотрим, с чем может быть отметить Никита, может быть, придумает что-нибудь, какую-нибудь супертактику. Ну вот да. Тактику тоже, блядь. Может быть, в ладе b2, а5, какая-то активность. Ну, в ладе b2, может, в ладе d7, в ладе c7 переведут просто. Да, в ладе d7. И на опять слонце 5 просто. Терри слона d6, подвесла на f4. Еще одна пешка отдается. Ну, там на d5, да, всегда следят. Ну, и бить на d5 сейчас не надо, да. Не, ну, Никита пытается что-то изобразить, конечно, но... Позит с абсолютно безнадежной, к сожалению. Так вот, сознанного угроза. Пьешки пошли вперед. Уладеев один сейчас будет, не дает смотря. Ну, там все равно, что ли, как-то. Ну, сейчас до 4, до 3, до 3, до 3, даже просто банально, можно. Вот еще что-то создает. Что он за 6? Вдруг, вдруг, там, может, Кобитов занес. Предход. И там на посильнике, там какая-то проходная. Нет, просто вот так вот сыграла. Ну, можно было и съесть, просто, я думаю, тут уже, на самом деле, неважно особо. То есть сейчас, сейчас до 3 просто. Владеев 2. Ну, можно короля подвести еще, да. Да, и надо сдаться белыми, наверное. Ну, да. Какие-то сопротивляются. Владеев 2, D2. Можно E3, E2, да. Просто пешки проходят. Ну, вот, шаг дали. Ну, напоследок шаг можно дать. Ну, еще и времени меньше. Да, вот такой вот неожиданный результат первой партии. Причем, довольно-таки уверенная победа Руслана, черным цветом. Да, и смотрим, что будет дальше. Руслана, кор Yao. Продолжение следует...